Одному-то в другую могу спрашивать, из чего началось, что вы решили приехать-то? Кто подал повод? Сначала в сообществе был опрос, кто поедет на крещение, а летом, ну вот никак, хозяйство, огороды, летом у меня не получалось. У Миши отпуск, тот тоже, да взял на сентябрь, и мы с ним решили вдвоем летом не ехать, а приехать на сентябрь на картошку. А матушка-то как на вас вышла? Так, матушка нас с прошлого года ждет, она говорит, приезжайте в любое время, когда только приезжайте. Поэтому мы решили не то, что двух зайцев, но... Разногласия на дороге-то не было? С Михаилом? Да. Я вижу так, что вы подходите друг к другу. Космический такой подбирает, чтобы характер подходил. У нас много так, но с Мишей, да, с многими. Так, ну и что у вас, какое впечатление, что вы здесь побыли? Не зря приехали? Конечно, не зря. Я даже, вот сегодня Володя сказал, что картошку копаем, смотрю на железную дорогу. И кажется, вот в сторону моего дома она идет. Сел, поспал немножко и дома. Уже не чувствуется расстояние, вот, сколько, кому-то, ну, что здесь, что там. А первый раз казалось, домой охота. Теперь расскажи, как-то в армию-то тебя не вызывали, вызывали и как? Ну, повторно, нет, только в прошлом. Ну, сколько лет ты? 36 сейчас. 36. Варьбе послужил? Да. Здесь, в Новосибирске. Новосибирске. А, какие войска? Ну, мандострелковые, в общем-то. Какой? Мандострелковые. О-о-о. Пехота. Понятно. У вас какое образование-то? Среднее, специальное, ПТУ, столер-станочник, третьего разряда. Понятно. Ну, и как вот вы пришли в военкомат? А вы до этого подавали заявление на интернативное? Опоздал. Опоздал. Наверное, на полгода раньше. Да. И я пошел сдавать? У меня повецки-то не было. А что, они и берут? Нет, у меня повецки-то не было в почту объятий. Значит, я пошел со справкой. Я говорю, у меня повецки не было. Ну, тогда вот, знаете. И попался в лавку-то. И они еще тогда... Дали повецку на... там, через неделю приходили. Значит, а тебя сразу не приняли? Нет. Там у них уже распадали... А в Беларуси у них, да, защитили их всего. Угу. Я два раза приходил, они вообще не хотели воспринимать. Говорят, либо ты издеваешься над нами, либо больной какой-то. Поэтому они сказали, едь в Ульяновск на сборы со всеми. Там тебе и найдут работу. Я говорю, ну раз найдут работу, я поехал. Приехал туда, заново все рассказываю, объясняю. И попалась вот женщина-майор, она говорит... Вы про Вагнера-то слышали? Угу. Как переводят это Вагнер, знаешь? Нет? У меня записано. Сейчас я вам дам. Знаешь? Ну, сам... А спаривать притом нельзя. Каждая буквка объяснена. Воров там чего. Вагнер. Ворам первая буква. Дальше. Амнистия. Дальше. Грабителем. Так, Вагнер. Ворам амнистия. Дальше. Грабителем. 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 Какой после грабителем, какого? Не вижу слова. Вот это вот. Второе. Грабителям. Вот. Не и... Атолия, через это же будет. Нет, вот Вагнер. Грабителем, Наталья, немощным или что ли? Нет, это одно слово. Грабителем. А дальше вот идет. Н. А, не и си. Не и си. Амнистия. А, нет. Да, скажем так. Не думал, что не будет видно. Грабителем, это одна строчка, про одного человека. Грабителем. Нерв осталось. А что-то на букву Н-то нет. Тут есть. Тут есть. Н, Е, И. Не и, С, И. Как будто. Не и си. Вот это грабителем. Вот это одно слово. Да, до конца. Теперь следующая строчка. Грабителем, где все разбойничают. Амнистия, если разбойничают. И кто у них там руководитель-то был? Да, фамилия? Пригожин. Да, Пригожин. И где он сейчас? На кладбище лежит. Да, не надо кричать. Я слышу, что... На Ржевской. А рядом с моим домом. А говорят, что там его не нашли. После этого... Ну, говорят там. После этого интервью у него брали. У него зато крест-то деревянный старобрядческий. У него? Да, на могиле. Грязной старобрядческий крест. Так, люди, это сколько погибло там? Так... И экипаж погиб. Шесть? Вроде. Шесть человек, по-моему. Да-а-а-а-а. Может быть. Так. Ворам Амнистия. Грабителем наищаем. Если разбойничают. Вот все. Вот им все. Вот этот парень разозначает, что... А значит, зачем бы они немецкого композитора брали себе? Все скрыто. Значит, они не решились вас брать. Ну, потому что... А сейчас как? Могут призвать? Ну, конечно. Я сравниваю с Никитой Устиновым. А теперь уже не возьмут, потому что у тебя уже время прошло. За полгода. Они новое время выпишут. План. Какая-то... Нет, Лёжда. Вот этот у нас, который пошел... Никита-то... Прошло полгода, наверное, им благодарность пришла родитель. Повару там. А они твое заявление-то приняли? Ты дал все-таки заявление? Устно. Устно? Куда не положить-то его? У него никакого дела лично. Ну, на священника призвали. Священник его уламывал. Александр Невский начинает агент. Это попа, не сам. Их тоже убивают там. Сколько человек уже погибло. Священников-то. Просто у нас ситуация с Никитой. Я же так же сказал. Могу поварам ведь. У нас хватает этих специальностей. А вот Никита же сказал. Хочешь повару? Пойдешь повару. Ну да. Он за год, уже полтора как отнес. Ну и священника призвали. Там люди мои. А он его там нащал уламывал. Ну, выстоял. Не взяли его с кухни. А другие-то смотрели, которые... Ну, близкие ему там, родственник, наверное. Все сказали. И давай бери вот метовку или что. И не выдумывайте. Надо быть, чтобы были как город на вершине горы. Свидетельствовали. Лишнее нигде слова не сказали. Батюшка сейчас вот поедет и... К ним поедет туда. Заехать. Евангелие. Рассказывает. Баптистов допрашивал. Следователь говорит. Ну, да скажи, что в 67 главе Исаии написано? Он говорит, а их только 66 там. Он сразу понял. Начал его гонять по писанию. Он узнает, отпущает свободно. Так. А вы когда познакомились с его агентом? В 2017-м у Стерлигова. А когда? Познакомились где? Здесь? У Стерлигова в 2017-м году. Ну, к Стерлигову поедет, человек многое узнает. Стерлигов правильно говорит. Чтобы что-то тебе начать делать, это сначала надо несколько миллионов иметь. Тема перевела. Выступает мужик один, сценографированный. Домик у него там, деревня брошенная. 81 тысяча сел порушены. И он, все, одна корова, молоко делать некуда. Ну, и все. Сидит там на бревнышке и говорит, куда же я залез-то? Стерлигов, у меня у него кличка разрушитель. По-твоему нет. У него веры никакой нет. Писание не такое. Вот все, знает епископ, а одного только. Но и не говорит, где он такой. Все правильно. Мука такая-то особая, наверное, будет. Соль только такая, которая набывает там в глубоких шахтах. Это центра земли, не меньше. Но мне сказать не может. Жулик настоящий. Бизнесмен сейчас это называется. Бизнесмен. Чем президентом хотел быть. Ничего там нет. Веры нет никакой. Что главное? Главное, ученых всех взять и расстрелять. Представь себе, все, есть в башке у него. Электричество все отключить. А дочь и ручится в МГУ. Ну явно, что он ищет. Это не Лохов ищет, а стопроцентный людей. Как-то вышел, фотографирует. Оружие сдать. У него только этих снайперских винтовок, там около 10, наверное, на столе. Подарки, автоматы, там, я не знаю, огнеметы. Это все решено задать. А тут-то как-то трехнули маленько, а сразу Карабах. Это надо. Я на то же открываю магазинчик. Это был Барновой. Он меня не слышал, не знает, что я существую. Только спросили про меня. А, это нет, это Юрикиюк. Ну, как Горкин. Вот он на своя листья так гробанул вначале, а теперь он кудесничает. Вот у него там поселение, это как называют, из дерева. Ему батраки нужны. И главное, придет он, показывает, кто-то ему не водоконнил, он его там стаканом. Тут все татографировано, снято. Вот как Жириновский делал, у него такая же охватка. Он бесноватый. С ним разговаривать не еще нельзя. Он врет на каждом шагу. И главное там, вот нет такого дела, как правильно рожать, знать. Ой-ой-ой. Пищи делать, ну я что-то не знаю, но пищи 40 лет делал. Я знаю как. И он говорит, но он совершенно не знает. И в каждом... нет того места, где бы он нас не сунул. И не верит в это совсем. Приходит женщина там, вот он гомосексуалистом не продает, ничего, ниоткуда у него там... Ну один может зашел, ничего, ну показывает что ли, паспорт. В браке все это. Я знаю мало людей таких, которые у него были, а работали. У него нет такого, чтобы он помог человеку, чтобы с нуля человек встал на ноги. Чтобы не со всеми, а отдельно. И главное, эритричество никак. Я не призываю стрелять в изоляторы, но... Но к этому ведет. А у самого все. Дети подрастают. Его барыга, пишет статья большая барыгой. Нет у него что-то... У нас каждый день, каждые через два часа до сгона идет моление. Молитва. Питает, собирается, сам видишь, как распространяет Слово Божие, проповедовать миссию. У него ничего этого нет. И он не выступает, он только вот это смотрит, там она не так одетая. Какие у него программы там. Он как-то отовсюду у него собрались, торгаши, а он большую бочку там запарил, а ты сидит в бочке, одна голова торчит. Еще живу не сидеть-то. У нас отцу некогда было сидеть. Боб видел, нет, это? Я даже бочку эту видел. Живую. Меня он сразу как кинул, согрел. А у меня на форуме, я большой. Беру его только статьи. Где он? Он вчера еще говорил, сегодня забыл. Ладно, мы не о нем говорим. Говорим о том, что приехали. Молодцы. Мы очень рады, помогли. Мы от вас еще не скрывали. И на озере были. И карену попушили. Теперь все это знаете. Тут сколько в огороде с картошкой возились. Хрен-то берете сколько, нет? Да не будем. Я взял себе, намыл. А у вас, которые гречка и лед сохранили? Да. Вот. Николай Георгиевич нам сделал вчера. Помидоры с хреном. Да. Еще только не забудьте. Ты, Владимир, напомни. А самое хорошее, мы бы забыли, забыли уехать. Да. Билеты. Остались. Нет. И здесь мы бы побыли. Пошел я тогда, хлопцы? Да. Сердечно благодарю. Видите, матушка-то вызывала, а мы-то сбоку с ней уже приславились. И хлеба нам подстряпали. Видите как? Если бы в субботу были, а тут еще бы. А теперь уже вы чистите. И только что из бани пришли. Володя еще новый котел там поустановил. Заметили, да? Все такое. Само-дил. Все, хлопцы. Купим. Заухожу я. Благодаря Христос вас. Спасибо, Христос. Благодаря Христос. Я рад, что вы побыли. Спасибо, Христос. Не, я помыше немножко. Благодаря Христос. Потому что я вижу-то так. У нас тут был 1,96 метра. Так, ну что, я думаю, что вот это. Бернер, сейчас я там. Давайте, ребята, с Богом. Кто в Володе отвезет? С Володом. Ну, как приедете, какой-то звонок там дайте. Или по телефону на Володе иди, как? Порой, это не будет. Слава Христу! Легуя! Слава Христу!